Заядлые любители рыбалки, новички и профессионалы, приветствую вас! Сегодня нас ждет одна из самых незабываемых и необычных рыбалок. Пруды и озера уже начали сковывать лед, но реки во всю свою уральскую мощь сопротивляются наступлению холодов. Сегодня у нас самое настоящее закрытие сезона жидкой воды. На улице уже минусовая температура, поэтому я облачился в легкий зимний костюм. Кстати, эти костюмы мы шьем сами, поэтому если кому-то будет интересно, во что я был одет, то ссылочка будет внизу в описании. За спиной у меня огромный рюкзак, в котором я тащу выдерсы, плот, спиннинг и ласты. И сегодня я намереваюсь потревожить покой местных щук. В данный момент времени передо мной стоит самое жесткое испытание. Сейчас мне надо будет пройти примерно 4,5 километра по лесной дороге, и только потом я попаду на реку. После этого накачаю плот, надену ласты и начну рыбалку на сплаве. И в конечной точке маршрута я должен, по идее, приплыть к машине. В некоторых местах река подернулась льдом, поэтому буду держаться основного течения, чтобы все-таки доплыть, а не заколебаться на рыбалке. Ну а сейчас традиционно всеми вами любимые ставки из природы, а потом уже, наверное, я буду на реке. Я прошел половину пути. Кто-то из вас спрашивал о том, что у меня за приложение такое на телефоне. Называется оно Locus Map. У меня бесплатная версия, но можно как бы и Pro-версию установить, но версия Pro стоит 500 рублей. Поэтому я установил себя бесплатно и пользуюсь. Карту скачал дома через Wi-Fi, то есть у меня карта автономная. Поэтому иду потихоньку. Прошел половину пути, уже достаточно сильно устал. Сейчас вот зашел на какой-то мост и не знаю, как я буду сейчас тут проходить. Потому что тут вот такая вот байда. Не знаю, глубоко, мелко. Сейчас как-то будем перебираться. Надо палочку полежать. Я как бы не переживаю, что я тут упаду. Просто мне желательно, чтобы у меня были плохие ноги. Остальное все фигняет. Так. Да, конечно, на гранте такой брод я бы вообще не переехал. Ну ладно. Все, дуем дальше. Еще полпути осталось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, на видео время пролетело совершенно незаметно. А по факту я топаю уже полтора часа. Здесь такой дивный запах хвойного леса. И по навигатору уже я совсем подошел близко к реке. Поэтому сейчас будем выходить уже. Фух! Испытание. Проверка на прочность. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Все. Я решил в этом месте выйти. К реке. Вон, дерево как сломало. Смотрите, ребят, какой тут спуск к воде. Крутой. Вообще, камера-то как бы особо сильно не передается. Но если вот к горизонту камеры выставить прямо, то это вот такой отпуск. И туда все. Вот. Сейчас вот тут потихонечку пройдем и туда. Ну, вон уже река. Льда на реке нет, слава богу. Ну, вон уже почти к реке подошли. Больно, что там какой-то крутой спуск. Река. Река. Ай! Балет. Так. Ну, сейчас тут и вылезем. Ай, шапонник. Через флис аж пробивает. Ой. Все. Я победил. Вот так вот выглядит весь мой скарб, который я на своем горбу сегодня сюда припер. Не буду вас томить долгим ожиданием. Сейчас все надую. Накачаю и сложу. И уже будем мы с вами на реке. Я уже надул плод. Полностью обмундировался. Сейчас выйду на воду. И расскажу вам, на что сегодня буду рыбачить. Те, кто пристально следит за каналом, могли видеть в моем прошлом фильме под названием «Закалка мужества». Я рассказывал про удилище от Surfmaster Black Bass. Значит, я, когда делал монтаж фильма того, то понял то, что мощности того удилища не хватает для ловли таких достаточно крупных щук. Ну, в том плане то, что если клюнет какая-нибудь пятерка там или шестерка, то уже снасть будет работать практически на пределе. И нельзя будет вытаскивать рыбу достаточно форсированно. Поэтому я заказал в Китае значит, удилище от C-Night. Значит, это удилище Falconcast. Длина 2.10. Оно идет с двумя вершинками. M и ML. Аббревиатура на удилище идет X-Power. Значит, тест по приманкам. На ML вершинке тест 4.12, а на M вершинке тест 7.21. Ну, по факту удилище, конечно, мощнее. Когда заказывал, думал, что будет кот в мешке. Но когда удилище пришло, я его подержал, немного потрес в руках, то понял о том, что удилище на самом деле очень хорошее. Собрано добротно. Нигде нету никаких подтеков лака. То есть, все клево. Колечки все в одну линию. Вообще, в принципе, придраться не к чему. Рукоятка сдвоена. Здесь пробка, здесь EWA. Бланк. Вот в этом месте покрыт лаком. Здесь он лаком не покрыт. Ну, в принципе, тут даже и говорить-то нечего. Удилище мне понравилось. Все, оно очень... Оно, кстати, очень быстрое. Я вот искал быстрое удилище. И это удилище, оно на самом деле очень быстрое. То есть, с его помощью я смогу закидывать вот такую крупнокалиберную резину. И даже какие-то небольшие свимбейты и джеркбейты. Ну, вот, в принципе, и все. Катушка без изменений. Пиццефан. Плетенка. Китайская. КМЛ-25. От поводки. Струна. По приманкам. Что у меня нового? Значит, взял и соорудил вот такие вот приманки, чтобы попробовать половить. Такие вот виброхвосты тоже сделал. То есть, как бы нацелился на крупную рыбу. Ну, посмотрим. Мы, как всегда, целимся. А рыба, она, как всегда, убегает. Или, как говорится, располагает. Будем проверять сегодня. Ну, вроде как поклевка сейчас была на большую резину. Поставил проверенного своего бойца, зеленого рака, на которого двушечку мы в прошлый раз словили. Тут бревно такое лежит на воде прям. Кто знает, может, вот такой некий весь хороший. Есть, ребят. Есть. Первая рыбка попала. Щучка. На ракон зеленого. Небольшая. Небольшая красоточка. Сейчас, мать аккуратно. С этим все, отпускай. Отпускай. Давай, беги. Ура! Обрыбились. Есть, ребят. Еще одна рыбка клюнула. Вроде какая-то хорошая. Кто там? Кто там? Ух ты, щучка. Щучка. Опа. Рака. Заглатывает так хорошо. Так. Давай, родная. Я тебя сейчас потихонечку отцеплю. Ого. Полуки-ложечка. Ну давай, хорошая. Бери. Вот, лохот. Торпедка. О, рак работает. Поклевки аккуратненькие. Красота. Сейчас на здорового крокодила. Клевала какая-то крокодила. Сейчас, ребят, зашли в быструю протоку. Нас сейчас тут очень быстро пронесет. Главное, чтобы не затащило под всякие вот такие вот кусты. Потому что может перевернуть и дело будет плохо. Сейчас уже дело близится к ледоставу, поэтому рыба экономит силы и держится на спокойной воде. Ну а для нас это неплохая возможность пройти определенный участок пути достаточно быстро, не теряя сил. Бобер какую березину свалил и съел всю. Еще один перекатик. Уже становится холодно, без поклевок-то. Точится адреналина. Ух! Насет как. Клево. Ух, какие жесткие перекаты тут. Хо-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. И гу-го! Как говорится, война войной, обед по расписанию, ребят. Сейчас будем готовить чай. А то ножки все равно, сколько носков не одевай, мерзут. Все, привал. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сухие палочки у нас тут есть, на мытле, еще какая-то древесина Мелочь наломать Сейчас мы рвем листиков на растопку Они не сухие, должны заняться как и береста Это у меня боевая банка из-под персиков, в ней очень быстро кипит вода Воды мне надо ровно на одну чашку чая Так что наливаю по мерке И уже можно будет смело поджигать Най-ай-ай ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вороник как-то Бог послал кусочек сыра, да? Это у нас тоже сыр сегодня. Приятного аппетита! Ну что ж, я снова полон сил для того, чтобы продолжить наше экстремальное испытание. Пытание на прочность. Жесткий плав по холодной воде. На плоту. Ну давай, щука-базука. Я готов. Кто-то ткнул. Смотрите, ребят. Кого-то я тут подбагрил, видимо, чуть-чуть. Какую-то рыбку. Есть! Соблазнилась все-таки. Все-таки соблазнилась. Мелочь пузатая. Поддернула резко. Она клюнула. Шнурок. Беги. Вот так вот. До такого вот этого. Хвоста. Как у меня получилось ее поймать? Была вот такая вот проводочка. Катушкой. И потом в один момент я решил немного подернуть. Вот так вот. И на падении был тычок. Сегодня все поклевки такие, знаете, очень деликатные. Так скажем. Затяжной перекатик опять. Есть, ребят, еще одна клюнула. Небольшая. Как-то подвисла просто. И все. Что это? Стой, стой. Мелочь пузатая. Такую приманку здоровую атакует вообще. Пофиг ей. Так. Вот такая мелочь. Беги. Шнурочек. Блин. Клюнула как рыба. Хе-хе. Еще одна клюнула. Эх, убежала. Ну и хорошо. Хоть не цеплять такую мелочь. Блин. Сначала закинул и ткнула. Ну, видимо, промахнулась. Подкинул второй раз. Тут же цоп. Есть. Была поклевка. Вот, ребят, еще была одна поклевка и на этом жизнь моего виброхвоста просто закончилась. Сегодня еще один виброхвост. Большой такой. Большой такой. я его насажу. Опа. Вот так. Есть! Клюнуло. Что такое-то сегодня? Одни шпингалеты клюют. Не знаю с чем это связано, но крупная рыба сегодня просто отказывается клевать. Сегодня взял бронебойный комплект, большие приманки, толстая леска, мультипликатор, удилище мощное и как назло клюют только одни шнурки. Но что меня радует, это то, что сейчас поздняя осень, погода такая, знаете, прям ну кайф. Сейчас на улице где-то плюс один, ветра нет, полный штиль, полная тишина, полное какое-то единение и слитие с природой. Просто настолько удивительным образом сейчас отдыхая, прям, мне кажется, нет никакого другого лучшего отдыха, чем такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Круто! Ого! Волны, волны! А если теперь... Ого! Это улов! Спинг тянет, пофиг. Я говорю, сегодня вообще капец просто какой-то. Мелкая, ты что? С ума то сошла совсем? Ну-ка, стоять. Сумасшедшая. 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 Ребята, рыба клюнула! Ёлуй палы, подбагрилась. Ты что, родимая, промазала, что ли? Ну не бейся, не бейся, сейчас я быстро все сделаю. Стоять. Стоять. Ну вот первая более-менее нормальная рыбка, давай, идите. Вот еще один перекатик, ну какой. Закрытие сезона прошло более чем хорошо, на следующий год планирую купить себе ласты немного большего размера для того, чтобы можно было надевать две пары шерстяных носков, потому что ноги у меня сегодня конечно подмерзли. Обкатал я сегодня удилище Axenite Falcon Cast X Power. Удилище жесткое, мне понравилось. Поклевки, даже такие знаете, все поклевки были вдогонку, ну то есть не было сильных ударов, но все равно все чувствуешь. Думаю на следующий год с этим удилищем немного побаловаться со своим бейтами какими-нибудь, может быть даже с маленькими джерками. Если фильм пришелся по душе, то можете подписаться на канал. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, всем отвечаю. Ставьте пальцы вверх, ну или кому не понравилось это кино, ставьте пальцы вниз. Ну а у меня на этом все, увидимся на первом еду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok